Всем привет! С вами ваша Даша и я приветствую вас на первом маркетплейсе строительных услуг и товаров «Строи все подряд». Сегодня говорим об утеплении мансарды. Ремонтные работы на чердаке не ограничены только ремонтом кровли. Важно заняться утеплением чердачного помещения, ведь от этого будет зависеть уровень теплопотер всего дома. А со временем еще и накапливаемая влажность может привести к образованию плесени. Для утепления чаще всего используют материалы. Первое это минеральная вата, которая отлично удерживает тепло и не накапливает влагу. Слой ее должен составлять около 18 см. Вату вплотную укладывают между балками, а перед тем, как приступить к работам, вату необходимо разложить, чтобы она приняла естественную форму. Второй материал это пенопласт. Он бывает в гранулах, а бывают листы пенополистерола. Со вторым видом все намного проще, чем с первым. Гранулу необходимо разложить, а после выровнять. Стоит обратить внимание на люк и его крышку, ведь через них также может уходить тепло. Перед тем, как начать утеплять мансардное помещение, надо узнать, есть ли там пароизоляционная пленка. Если есть, то проверьте, в каком она состоянии. Возможно, ее следует заменить или же подклеить. Следует предусмотреть вентиляцию, для того, чтобы влага не накапливалась. Ее лучше делать через каждые 10-15 метров. Это, как уже говорилось, может привести к плесени и грибку. Выбирая материал для утепления, не стоит на нем экономить. Учитывайте климатические условия вашего региона. Пожаростойкость, влагостойкость, звукоизоляцию, паронепроницаемость и способность материала держать форму. А также экологичность материала, особенно если мансарда желая. Благодарю за внимание. С вами была Даша, Marketplace, строя все подряд. Всем пока!